Запустить новую ипотеку, искоренить лудоманию, запретить вейпы. Об этом и многом другом говорили на прошедшем национальном Крултае. Там же прозвучало предложение изменить герб нашей страны. В обществе на этот счет мнения разные. А что думают парламентарии? Давайте посмотрим. Уйти от советских элементов к исконно своим. Депутаты напомнили, что действующий государственный герб был создан на основе символа Казахской ССР. Даже звезда осталась пятиконечная. Сам герб уже в независимой стране меняли пять раз. Последняя правка касалась самой надписи. Казахстан на гербе стали писать на латинице. Можелесмены отмотали часы истории еще дальше. Корни нашего государства идут от саков, гуннского, тюркского каганатов, от улуса Жоша и более позднего казахского ханства. Это история полная мужества и гордости. В этом году исполняется 800 лет со дня создания Золотой Орды. Такая глубокая история должна быть отражена на нашем гербе. Можелесмены, а многие из них участвовали в третьем национальном крултайе, поддержали инициативы президента. Жанарбек Ашимжанов обратился к интеллигенции с просьбой не делить народ, а думать о будущем всей нации. Айдус Сарын предложил на 10 лет освободить издательство от налогов, помочь им наладить выпуск книг отечественных авторов. Такая мера поможет повысить и читательскую активность, считает он. Депутаты обсудят все предложения президента. Спикер Можелеса предложил провести парламентские слушания. Недавно глава государства определил основные ориентиры. В самое ближайшее время они найдут свое решение в виде принятых законодательных актов. К примеру, сегодня мы приняли в работу законопроект, направленный на борьбу с лудоманией. В последнее время наркотрафик стал острой социальной проблемой общества. Депутаты должны приложить все усилия для ее решения. Кроме того, предстоит провести работу по совершенствованию законодательства в сферах археологии, государственной символики и государственных наград. Поэтому считаем, что необходимо провести парламентские слушания по вопросам, озвученным на национальном Курултае.